Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Алекс, начнем с обсуждения рынка недвижимости. Что происходит на рынке недвижимости этой осенью? Осень началась очень немножко вяло, да. Хотя в сентябре, можно сказать, был, может быть, такой небольшой всплеск. Сейчас, трудно сказать, очень много, огромное количество листингов на продажу. Просто если посмотреть даже на эти вот графы, то если раньше было действительно не так много, казалось, в городе покупателей нету, но инвентарий было не так много, то сейчас уже и покупателей нет, и инвентарий очень много. Если мы посмотрим, например, кондо, хуже было только где-то в 2014 году, а если посмотреть на дома, то хуже было только в 2018-2019, когда после 2017 года пошли цены вниз. То есть очень большое количество домов на продажу, это, естественно, сказывается на рынке. Но, что интересно, цены особо и не падают. То есть цены более-менее держатся, просто дома стоят и не продаются. Если мы посмотрим, сколько есть всего у нас инвентарий, да, сколько времени надо будет, чтобы продать все, что есть на рынке, то цифры тоже, конечно, колоссальные, хотя отдельно стоящие дома и вообще категория freehold примерно 3 месяца у нас есть запаса. То есть, если, например, ни один новый дом больше не выйдет на продажу и начнется, и вот с таким скоростью не продавать, то за 3 месяца все распродастся, то кондо есть 5,5 месяцев, то есть такого количества инвентарий. То есть огромное количество. Также, если мы посмотрим на статистику, многие говорят, цены падают, цены падают, но я что-то не увидел, чтобы особо падали, потому что, если взять отдельно стоящие дома или freehold сегмент по GTA, то цены с октября прошлого года по октябрь этого года поднялись на 6%, а это средний подъем, о котором мы всегда говорим, мы не говорим про 15-20%, 6% довольно-таки нормальные. Кондо упали, но на 1%, то есть все как бы более-менее нестабильно, нет такого сильного падения. И спрашивается, что же будет дальше, как многие говорят, опять же, если посмотрим на этот граф строительства, то мы видим, что кондо, конечно, в последнее время строилось колоссальное количество, но если мы посмотрим на дома, вот именно single family, то последние больше, чем 20 лет, они стоят на одном и том же уровне. То есть есть огромная эмиграция, приезжает огромное количество, а домов почти не строят. А сегодня, когда строители и остановили еще свои стройки, и кругом дома еще поджигают вокруг, то происходит как бы бомба замедленного действия, что-то будет взрыв. И, кстати, мы уже говорили об этом не раз, и мы на эти грабли наступали в 17-м году, когда люди побежали, начали покупать дома, не важно по каким ценам, и билдеры продавали на 20-30% дороже, чем рыночная цена. А теперь все говорят, опс, не получилось, да. Кроме того, что мы купили сразу дорого, а теперь еще цены еще и упали. И люди теряют по 300-400 тысяч долларов, это огромная сумма денег. Эмиграция. Сейчас многие говорят о том, что надо остановить эмиграцию, но, на мой взгляд, это невозможно в Канаде сделать, так как мы говорим уже про GDP не раз, что у нас GDP, типа нормальный. На самом деле он нормальный только за счет эмиграции. Потому что если убрать сегмент эмиграции, то он будет отрицательным. И давно уже отрицательным. Поэтому эмиграцию не уберут, но говорят, может быть, приостановят иностранных студентов. Но пока план 500 тысяч в год, такой, как был, такой и остался. А если мы посмотрим на граф темпы работников, это включая студентов, и те, кто получают рабочие визы, посмотрите, какой всплеск был за последний один только год. 1.2 миллиона человек. Это огромное-огромное количество людей, которые должны снимать, которые потом в итоге начинают работать и должны будут покупать. Где они будут жить, опять непонятно. Уже говорили не раз, показывали эти графы. Поэтому я вам скажу так. Что происходит обычно с толпой, с народом? Это происходит и на бирже, и на рынке недвижимости. Все выжидают, выжидают, выжидают. И когда уже все побежали, они тоже бегут. А потом, бам, начинается коррекция. Все начинают кричать. Вот сейчас, когда мы внизу, сейчас самое время начинать покупать. Потому что быть первым, а не идти уже, когда вся толпа побежала. И те люди, которые в 2018-2019 году это сделали, я об этом постоянно говорил, у них цена даже в сегодняшнем рынке удвоилась. Удвоилась даже на сегодняшнем рынке. Поэтому не ждите, как бы, сейчас самое лучшее время, что-то начинать делать. Максим, хотите добавить? Да, Наташа, хочу добавить, пока только что снимал видео, просто для своего YouTube-канала. И как раз пока цифры в голове свежие. Первое, что вот Олег сказал, что, в общем-то, не такое уж большое падение. В действительности, в действительности, по статистике, сегодняшние цены, в среднем по GTA, они находятся на уровне октября 2021 года. Помните, пик, это был март, конец февраля, начало марта 2022. Да, между октябрем и февралем был очень большой подъем, тогда безумие творилось на рынке. То есть, порядка 15% тогда поднялись цены буквально меньше, чем за полгода. Так вот, сейчас мы в действительности на рынке октября 2021 года. Это первое. И второе, ты абсолютно правильно заметил, что очень большое количество листингов. Есть такой индекс, который в инвестициях и вообще в оценке рынка очень сильно используемый. Это «Sales to new listing ratio». И он по сравнению с прошлым годом, даже с прошлым годом, когда рынок был плохой, упал на 15%. То есть, сейчас он на уровне 32, если я не ошибаюсь, процентов. И что это значит? Это значит, из всех домов, которые выставлены на продажу, продается из трех один дом. То есть, 30% только продается, остальные продавцы вынуждены или убрать с рынка, или же существенно понизить цену, чтобы его продать. Ну, в принципе, вот то, что я хотел добавить. Максим, в прошлой передаче мы обсуждали, поднимут ли процентную ставку Банк Канады 25 октября. И вы были правы, процентную ставку не подняли. Впереди следующее заседание, декабрьское, 6 числа. Как вы думаете, что произойдет? Окей. Значит, есть несколько важных моментов. Значит, первое, это то, что, знаете, ставка, я не раз говорил, что мы привязаны к ставке в Америке. И наше заседание всегда раньше. Это было и в октябре, и это будет и в декабре. То есть, у нас это 6 декабря объявление ставки будет, а у них это 12 декабря. Соответственно, очень важный момент был, когда вот сейчас в октябре мы не подняли ставку, поднимут ли американцы. И на тот момент я смотрел анализ аналитиков американских, было 60 на 40. То есть, 60% считали, что ставку поднимут. Тем не менее, показатели экономики вышли хуже в США, чем они ожидали. И ставку не подняли. Теперь, опять же, мы в сложной ситуации опять в декабре. То есть, мы опять первые. Но, если посмотреть сейчас, что говорят американские аналитики, то сейчас уже 60% говорят, что американцы в декабре не поднимут ставку. Соответственно, я думаю, что, опять же, попробую угадать, что в декабре ставку поднимать не будут, что она останется уже на этом уровне. Маленький шанс поднятия на 0,25% все же есть, но я считаю, что он очень маловероятен. Что вы думаете, Алекс? Я добавлю, значит, по поводу американских показателей, было еще пару важных показателей. И одно из важных показателей – это инфляция. И когда ожидали, что инфляция поднимется, она вдруг неожиданно опустилась. И она сейчас 3,2% что она уже очень близко к тому, к чему они идут. Кроме того, бонды, конечно, сейчас повели себя очень плохо для тех, кто покупает бонды. Они, естественно, пошли вниз, и, на мой взгляд, мы уже это увидим скоро в моргиджах, именно фиксированных ставках, которые сейчас… Мы это уже увидели. Да, чуть-чуть, но это будет сильнее, потому что, если взять, скажем, летом, то отличие фиксированный и variable было чуть ли не до 1,5% доходило. Сейчас они почти одинаковые. То есть, я думаю, опять пойдет вниз очень сильно фиксированные ставки. И это, скажется, и на ценах. Если мы поговорим по поводу вероятности поднятия, вот здесь есть хороший граф. Если в сентябре считалось, что в декабре шанс поднятия ставки на 0,25% 70%, в январе шанс поднятия ставки 90%, а в марте где-то 40%, то сегодня, если мы смотрим, аналисты считают, что шанс поднятия в декабре 10%, а который будет в январе 15%. И проканадскую ставку. Проканадскую, да. То есть, вероятность очень-очень низкая, что поднимут, а я бы добавил, что больше вообще не поднимут. То есть, конечно, может все произойти что-то, но не поднимут. Да, Алекс, все ждут, когда снижать начнут. Как вы думаете, скоро ли начнут? И когда начнут, на что можно рассчитывать? На какое снижение? Ну, уже практически все аналисты говорят, что это будет вторая половина 2024 года. И если мы посмотрим на этот граф, то он показывает, как она быстро пойдет, что в декабре 2025 года ставка составит 3,5%. То есть, опустится, скажем, за 2 года на 1,5%. Я думаю, все будет немножко по-другому. Быстрее? Будет быстрее. И я думаю, что быстрее. Она будет быстрее. И есть такой Давид Розенберг, аналист, который сказал, что математика показывает, что кризис моргиджей будет катастрофический для всех. И для экономики, и не только рейл-сто, и для всего. Почему? Потому что в следующие 2 года должно обновиться 1 триллион долларов моргиджей. Это колоссальная сумма. То есть, примерно половина моргиджей обновятся в 2024-2025 году. Что значит обновятся? Есть многие, кто взяли фиксированную ставку, когда она была 1,5%, 2%. Они до сих пор платят низкие моргиджи. Плюс некоторые банки не меняли платежи практически, у которых менялось только соотношение variable и fix. Теперь люди там по столе должны выплачивать, да, получается? Это про variable ставки. Variable ставки. И они, когда будут обновляться, будет не то, что уже новая ставка, они должны еще и посчитать все эти года, которые они недоплатили. И поэтому платежи увеличатся во много-много раз. И поэтому Дижердин тоже считает, что должны опустить до начала обновления моргиджей ставку. А они уже начнутся в 2024 году обновления. И если мы посмотрим на эту статистику, во-первых, посмотрите, сколько моргиджей будет обновляться каждый год. И оно все время нарастает и нарастает. И если мы посмотрим, какое соотношение именно вот этих фиксированных, оно очень большое будет именно в 2025-2026 году. Поэтому в 2025-2026 году даже 3,5% это будет много. Это банковская ставка 3,5%, а у нас на 2,2% больше. То есть получается 5,7% должен быть правильно. Это очень много. То есть не потянет моргидж. Если мы посмотрим на платежи, то если в феврале, когда был пик, средний платеж был 1460 долларов, сейчас он средний платеж по моргиджи 1900, а на следующий год он поднимется на 15%, еще через 2 года на 30%, а потом на 45%. Поэтому будет огромное количество дефолтов, если ничего не сделают. Кроме того, многие люди начнут спрасывать дома, и, значит, цены пойдут очень сильно вниз. А те, кто все-таки выдержат и будут держать, значит, у них это все равно, что эквивалентно понижению дохода на 20%. Значит, они перестанут покупать другие необходимые вещи, что ударит сильно по бизнесам, которые начнут закрываться. И рецессии не будет, не просто рецессии, будет экономический кризис. Этого допустить нельзя, поэтому ставку вообще снижают в апреле. Это мой прогноз. Есть заседание в апреле, я проверил специально, в мае его нет. Наоборот, да. Ты мне рассказал, я специально проверил, думаю, может, я ошибаюсь, нет. В апреле действительно есть заседание ставки. Поэтому, как говорил уже Банк Канады, он уже так начал говорить, мы можем допустим ставку, если показатели будут приемлемые по инфляции. Он же не говорит 2%, говорит, приемлемые. То есть он уже готовит почву к этому снижению. Поэтому ставки снизятся и агрессивно снизятся. И я не думаю, что будут ждать 2025-2026 год. В 2024 году эти 1,5% уйдут уже, а не 2025. Это то, что я думаю. Да, я добавлю свое мнение. Я абсолютно согласен. Единственное, что вы видите, что я перепутал. Я был уверен, что в мае заседание, а не в апреле. Я считаю, что тоже с апреля ставки начнут снижаться. Это самый оптимальный вариант. Конечно, есть и другие развития событий. Но я думаю, что скорее всего именно с апреля. Но я не ожидаю снижения ставок какой-то резкой. Опять же, если не будет уж совсем плохо с экономикой. Я думаю, что где-то в среднем будут снижать по 0,25 каждое заседание. Может быть, где-то какие-то пропуски будут. Но в принципе, я абсолютно с Алексом согласен, что Банк Канаде все-таки не идиоты. Точнее, не совсем идиоты. Я просто наоборот. Не важно. Окей. И они мониторят ситуацию дефолта. Огромное количество дефолтов. Никому не нужно экономику в депрессию загнать. Тоже никто не хочет. Поэтому выхода тут нет. И однозначно, конец 2024-го, начало 2025-го мы будем уже возвращаться к более-менее нормальным ставкам. Я не жду 1,5-2%, как мы видели в пандемию. Но я думаю, что моргиджи вернутся где-то к 4%, к 3,5%. Нет, 3,5% я не думаю. Потому что если... Я думаю, что в действительности... 4,5% где-то будет ближе. Ну, 4,5% я бы сказал, начало 2025-го года. А конец может быть уже... А конец это да, может быть, конечно. Максим, вы часто говорите о том, что 95% ваших клиентов – это инвесторы. Сейчас кризис в Антарио и в большей части Канады. Количество инвестиционных сделок, оно уменьшилось? Есть ли у вас статистика? Насколько? Что происходит? Я скажу так же. Вот общей статистики по GTA у меня нет. И, к сожалению, нет таких статистических данных. Когда было, например, большое количество продаж на Preconstruction, то там уже несколько лет назад обязали девелоперов, чтобы человек отмечал, для чего он покупает. Во-первых, не все отмечали правильно. Но хотя бы более-менее какая-то статистика была. И статистика показывала, что чуть ли не 35% на Preconstruction сделать было это инвестиционно. 70%? Инвестиционно. 70%? Такую цифру не слышу. Я вот буквально прошу, или позапрошу передачу Карелла. 70% это были инвесторы. Это была огромная цифра, огромная. Ну, я не знаю. У меня другая статистика, не буду спорить. Я где-то видел в районе 35%. Но сейчас на Preconstruction сделок в Антарио очень мало. И поэтому этой статистики просто невозможно собрать. Но, тем не менее, все-таки топ-брокеры общаются между собой. И наша компания, сейчас я про нашу чуть-чуть позже скажу, но я общаюсь со многими, кто занимался инвестиционными сделками на Preconstruction. И у них падение глобальное. То есть у них, их не брокеры же потеряли где-то 80-85% сделок. То есть минимальное количество сделок в самом Торонто. Касательно нас, у нас все замечательно. Потому что мы вовремя перестроились. И, в принципе, понятно было, что рано или поздно этот момент возникнет. И вот два года назад началась Альберта. И мы очень вовремя туда вошли. Поэтому касательно нас, у нас вообще 90% сделок в этом году – это Альберта. И они инвестиционные. Да, то есть вся Альберта – это инвестиционные сделки. То есть все наши инвесторы перешли туда. И поэтому наша компания даже не то, что уменьшила, а у нас больше объема продаж, чем были, например, в прошлом, позапрошлом годах. Вот, поэтому у нас все хорошо. Но это именно у нас, у других, тех, кто остался в Торонто, все… У инвесторов тоже хорошо. Что? У нас все хорошо, у инвесторов тоже хорошо. Да, у Невострона все прекрасно. Кстати, вышли только, вот сейчас я выведу на экран, данные по Калгари, ну это просто сумасшедшие данные. Причем каждый месяц они все лучше и лучше. Если еще август месяц показывал, там, конда подорожала 11%, таунхаусы на 13,9%, по-моему, если я не ошибаюсь. Статистика октября, уже таунхаусы 19,9%, это 12-месячный период. Конда 14% почти, вот. И, ну, короче, там все замечательно, и сделки там. Ну, плюс, плюс, это небольшое количество сделок, то есть я не могу… А ты говоришь про статистику при констракшен? Не-не, это я говорю про ресейл. Ресейл на 20% таунхаусы, понятно. Самые меньшие подорожали дома почему-то, непонятно почему, значит, там в районе 10%, да, а конда в районе 13 с чем-то, и вот таунхаусы, самый подорожавший сегмент, это 19,9%. Это мы говорим ресейл, это при констракшен. При констракшен примерно в тех же диапазонах, может быть, чуть-чуть меньше даже, чем ресейл подорожал. Вот, плюс для нашей компании, конечно, большой… Опять же, это никак не сравнится с количеством сделок в Калгари. То есть 90% наших сделок – это Калгари сейчас. Вот, но тем не менее, мы год как уже занимаемся всеми островами, и это тоже немалый, как бы, ну, наверное, процентов 8 от наших продаж – это Карибы. И очень сильно рынок активировался, активизировался, вот, начиная с сентября месяца. Но это было, как бы, легко просчитываемо, потому что, ну, становится холодно, и народ начинает задумываться, да, я думаю, что зимние месяцы будут еще лучше, к концу весны будет похуже рынок. Но там действительно очень интересно, и это немножко другие инвестиции, но, тем не менее, вот это вот та ниша, которая дала нам возможность иметь большее количество сделок, чем мы делали раньше. Касательно Торонто – все плохо, мало очень сделок. Алекс, вопрос вам. Прежде всего, вопрос я добавлю. Просто с Калгари, то, что происходит с Альберто, до этого 15 лет оно практически не росло. Оно практически не росло. А в 2008-м, в 2008-м, там цены были точно такие же, как в Торонто. То есть, вот мое предсказание в том, что в следующие 5 лет мы увидим цены в Калгари, такие же, как в Торонто. Не думаю. Окей, не думаю. Я, когда раз, думаю немножко о другом. Ты правильно сказал, что все эти приконстрактные проекты покупают инвесторы. И здесь наступает парадокс. Все покупают инвесторы, начали, все должны будут задавать вопрос к кому. Если там такие хорошие показатели, такие хорошие зарплаты, и люди-то переезжают, потому что легче найти работу, более оплачиваемую, и меньше надо платить, почему им не купить тогда, а снимать? Алекс, ты неправильно меня понял. Это у нашей компании все инвесторы. Но в действительности проекты, которые выходят в Калгари, мы как бы эксклюзивный представитель Трюмана в Торонто. И у нас, это 99, но мы же не продаем весь проект. Ты когда-то сказал в прошлой передаче, что они даже не продают в Калгари, не только продают в Торонто. Сейчас у них уже два дилера в Калгари, то есть они продавать стали в Калгари. В Калгари очень здорово раскупаются, потому что, опять же, те, кто в Калгари, в Калгари, они в основном покупают уже готовое. Но в готовое невозможно купить, там везде multiple offer. Там что бы ни выходило на рынок, там, помнишь, ты сказал про inventory, насколько inventory на рынке? Там меньше одного месяца inventory свободного. То есть там все, что выходит, там multiple offer. Соответственно, да, людям вроде это надо сегодня, но просто многие не могут купить ничего сегодня, поэтому уйдут тоже покупать. Но это по поводу инвестора, я скажу так, там цены идут вверх, это понятно. Но как только они достигнут той же цены, как здесь, как ты говоришь, инвесторы приключатся опять на Антарию. Все, что Антария более перспективна. Ну, слушай, инвестиционный бизнес, это такой бизнес, что там, где деньги, опять же, возвращаясь к Карибам, да, Карибы вообще, там, 20 лет особо не интересовали инвесторов, да. Там был маленький рост, 2-3% в год и так далее. Посмотрите, что сейчас творится в пригороде Пантыкана. Это, наверное, можно сравнить все проекты, которые там строятся, но, наверное, только с Дубаем, да, где вот идет такая маршабная стройка, суперлакшн. Дубай это не Кариба. Как только, как только появился спрос, инвесторы реагируют моментально. Это строительные компании должны разгоняться, им нужно время на это все. Инвестиционный рынок очень быстрый. Сегодня изменилась ситуация, хорошо в Калгари, все там. Получилось хорошо сейчас на Карибах, идут на Карибы. Конечно, в какой-то момент все вернется в Торонто. Я в Торонто рынок верю, он будет еще, взлетит еще много раз. Алекс, вопрос вам. Все говорят о доступном жилье. Как вы считаете, вообще когда-то оно будет? Ну, во-первых, что называется доступным жильем? Я уже неоднократно говорил, что люди покупают не дома, а платежи. Все зависит от того, какой платеж. Поэтому, если платеж affordable, жилье affordable. Если не affordable, значит она не affordable. И это много есть показатель. Например, снижение интереса, увеличение амортизации. То есть, есть много разных способов, как сделать affordable жилье. Но если мы раньше говорили все время, что affordable жилье это конда, то теперь оно уже далеко не affordable. Потому что с теми поднятиями ставок, что произошли, за конда надо платить колоссальные цифры. Вот, например, здесь вот пример. Есть конда. Одно из одних из проектов, который только сдался. Люди, конечно, купили его дешевле, чем оно сейчас. И они его купили за 500 тысяч, а сейчас его оценили в 740 тысяч. То есть, прибыль есть, да, какая-то за 5 лет и все такое. Но даже, несмотря на то, что они закрываются за 500 тысяч и платят моргич только 400 тысяч, у них получается минус 1700 долларов кешфлоу. Ну, за расчетом 25 лет они здесь печатали моргич. Было бы 30 лет, значит, было, может, 1300 долларов кешфлоу. Минус кешфлоу. Это, кстати, на топ-графике всегда мне показывают. Аликс выискивает такие сделки, я не знаю. А это, кстати, я тебе скажу, кто это говорил. Немного обращения. Это говорил специалист по реконстракшнам примерно того же уровня, который этим занимается. Окей, я просто тебе приведу пример. У меня послезавтра закрытие моей собственной сделки. Это Харизма Кондо в Воне. Квартира 880 Скверфит, купленная за 539 тысяч в 2019 году. Вот сейчас она закрывается. Я уж не говорю про то, что в прошлом году ее можно было и Саймон скинуть там за 850-870. Сейчас этих цен нет, да. Сейчас я делал моргич. Во-первых, я получил 100% финансирование без всяких проблем. Сколько она стоит сегодня? Апризал пришел 740 тысяч на сегодня. Ну, я беру, как я купил за 538, то есть у меня 400 тысяч моргич. Вот я эту квартиру сдал за 2 дня, за 3600 долларов моментально. И даже при этом у меня получается, что при сегодняшних моргичах у меня получается, что она выходит в общем-то в ноль. Ни о какой минусе идти речь не может быть. Другое дело, что есть разные проекты. Кто-то купил более удачно, кто-то купил менее удачно. Я тебе скажу так, если он меня уже перебил, я тебе скажу так. Даже возьмем твой проект, который ты купил в 19 году за 530 тысяч. В 19-м году дуплексы, которым покупали, были 480. Сегодня такие дуплексы стоят 850. И сдаются они за 4200, а не за 3200. Как ты сдаешь? Потому что 3800 минус Майдан Сфит. Я не против твоих дуплексов, но я не люблю ничем сам заниматься. Мне надо, чтобы деньги росли сами. Это как раз тот момент, когда ничего. А это на сегодняшний день, оно с чуть-чуть положительным кэшлоу, около нуля. Но если ставки станут 3,5, то я буду иметь с него полторы штуки в месяц. Ладно, не хотел показать этот граф. Я покажу этот граф. Это средняя потеря на кондо под Торонто, под GTA. Вот именно сегодня. Вот если взять цены сегодня и сдать, то... Об этом никто даже не говорит. Если купил сегодня, по цене сегодняшней, и получил моргидж сегодняшний, и сдал в аренду, то это дикое кэшлоу. Дикий минус. А я скажу так, да, вот. А те, кто купили раньше, у них тоже минусовой. Ну, 5 лет деньги пролежали. 5 лет деньги взяли, взяли селитные линии, надо было платить за них. Что они пролежали? Подожди. Ты положил там 10-15%, да, а за это время у тебя на 200 тысяч подорожало твое недвижимость. Как они пролежали? Они тебе работали под 70% годовой. Ну, какие 70%? Во-первых, 15%, которые они взяли, они взяли селитные линии, за которые тоже сейчас платят по снословой цифре. Но давай вернемся к тому, что мы говорили про affordable жилье. Так вот, люди сейчас платят колоссальный рент, как ты заметил. И это действительно очень тяжело. Но с другой стороны, даже своей дочке я в Торонто не купил квартиру, чтобы она там жила, а снял. Потому что я посчитал, что 4 тысячи долларов в месяц, которые они платят, но это большая квартира, чтобы ее купить и платить за нее, это будет 6. Понимаете? Нет смысла. И поэтому люди сегодня говорят, сейчас снять дешевле, чем купить. И не покупают. И это большая ошибка у людей. Почему? Потому что, не то, что ошибка, они не могут по-другому. Но с другой стороны, они не войдут в рынок, когда цены как бы просели. Потому что не работает. Так вот, опять же, дома это позволяет сделать. Это могут быть дуплексы, не дуплексы, неважно. В кондо ты ничего не сделаешь. Вот это one bedroom. Она обходится, сколько она получается? 4 500 в месяц. Ты не можешь подселить там человека, там one bedroom, где ты его подселишь, правильно? Если ты берешь дом, который под дуплекс, и вот эта сделка этого месяца. Эта сделка этого месяца, 670 тысяч долларов купленный дом. Сейчас тебе покажу по поводу статистики. Так вот, 670 тысяч долларов купленный дом. Делается из него дуплекс, который у меня на этой улице тоже есть дом. 4 200 он сдается, окей? 670 тысяч мы купили. Заметь разницу. Это нет в моей Трансфи. Так вот, человек, который купил для себя этот дом и сдал basement, во-первых... А basement готовый? Нет, надо сделать его, естественно. Еще 100 тысяч положил? Не 100 тысяч, 70 тысяч. В лучшем случае. Ну, хорошо, но 670, еще 70, 740 от конда. Та же цена. Окей, так вот, пейменты у него будет 2 600 в месяц, потому что ему покрывается basement, который он сдает. За 2 600 уже выгоднее иметь свой дом, который будет выплачиваться, который вырастет в цене, когда ставки пойдут вниз, и он платит меньше, чем он будет снимать конда. Теперь, я показал этот дуплекс, да, что он 4 200 сдан, у меня именно на этой улице такой же самый дуплекс. Купил его за 600 тысяч в 2020 году. Он мне принес полторы тысячи долларов кэшфлоу плюс сегодня. Окей? И если мы возьмем его через 5 лет, при росте 6%, то он будет 1 070 стоить. 1 070, и сдаваться он будет за 4750, если на 2,5% будет подорожание, и кэшфлоу будет 1800. Теперь многие говорят, ну как, невозможно, чтобы будет 1 070, такой дом, старый дом, да, как говорится. Все такое, так вот, на этой же улице дом, вот у меня есть листинг, в феврале 22 года, не дуплекс, был продан за 1 070. То есть мы купили на 500 тысяч дешевле, это не значит, что все, Берри упал на 500 тысяч. Нет, они там продают 800, 250, это была сделка. И сегодня такие сделки все больше и больше можно найти, потому что есть люди, которые дешевле продать, им нужно срочно. Он 2 дня был на маркете, и там был multiple offer даже, но мы купили за 671 тысячу. Поэтому affordable жилье есть сейчас. Даже Ниагара возьмите. На Ниагаре дома по 600 тысяч, по 500 тысяч есть дома. Так купить кондо или там хаус в Альберте, пускай даже новый за 500 тысяч, или на Ниагаре за 500 тысяч, которые будут сдаваться дороже, и которые будут находиться в досягаемости, и не надо платить еще property management. Да, вопрос, Аликс, только что будет с этим таунхаусом через 3-4 года. Так вот я и показал, что будет. Но чтобы цена изменится там, ты не забывай, что кэшфлоу, это все замечательно. Статистика последних 25 лет показывает, что ресейл растет больше, чем реконстракшн. Преконстракшн, кроме того, что люди зарабатывают, естественно, билдеры зарабатывают дабл. Понимаешь, и они продают не по тем ценам, которые сегодня ресейл, а по тем ценам, которые будут. Поэтому не будет там такой цены, и это мы уже видели. К сожалению, время передачи подошло к концу, у нас такая бурная дискуссия развернулась. А, кстати, при этом закончу, я добавлю еще последний слайд, очень важный. Карибы, мы сказали, нужно альтернативу показать, правильно? Флориду. Так вот, я специально позвонил своему представителю, он в моем брокеридже работает, который во Флориде. И сказал, смотри, мне там рассказывают, во вклад, покупают квартиры по 300 тысяч, там на Карибах вроде дешево. А что там во Флориде делать, покажи мне альтернативу. Он говорит, ну вот, пожалуйста, вот, дом, 300 тысяч стоит, 300 тысяч дом на West Coast, который сдается, мы не говорим даже про Airbnb, сдается просто long term за 2 300. Окей, 2 300, если мы посчитаем 30% down и возьмем моргидж по тем ставкам, которые сейчас, 700 долларов плюс кэшфлоу. Для чего идти где-то в призрачное, когда что-то будет, когда 700 долларов плюс кэшфлоу и в Америке. И это американский доллар, еще ко всему. Во-первых, на Карибах тоже американский доллар, во-вторых, мы там говорим не о 700 долларов. Мы говорим про Airbnb, это разные вещи. Airbnb, мы здесь тоже другие цифры. Не забывай, что это другое Airbnb, это кондо-отели, где тебе ничего не надо делать. Опять же, я сторонник того, когда ты ничего сам не делаешь, деньги растут сами. Когда, Алекс, все нормально с этими стратегиями, я его понимаю прекрасно, но это работа. Ты купил себе дом, купил бейсмент отдельно, отдельно квартиры. У меня два дома таких. Мне не дают головной боль больше, чем 30 квартир. У меня 19 тенантов, 19 тенантов, я их не слышу и не вижу никого. Только вчера получил звонок, вот в одном доме, у меня не работает, у меня не сливает стиральная машинка. Я-то тут при чем, что у тебя не сливает, но в домах это твоя головная боль. Это мне хочется искать, что кто-то туда поедет. А искать не надо. У меня вчера был такой же, не звонок, а мне по месседжам все это. Месседж, у меня забита раковина. Месседж к хэндимену, подойди, посмотри, вот телефон. Он связался с ним, пришел, говорит, готово. Что там было? А, там забили раковину. Это называешь менеджментом? Я называю, да. Это не менеджментом. К сожалению, время передачи подошло к концу. У нас интересная дискуссия. Да, было очень интересно. Спасибо большое, что поделились информацией, рассказали свой личный опыт. Это всегда интересно. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей передаче через месяц. Всего вам самого доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»